Добрый вечер. В Новосибирском театре «Старый дом», том самом театре, который едет в следующем году на фестиваль «Золотая маска», легендарный фестиваль, самый главный театральный фестиваль России, состоялась премьера, одна из последних премьер по Бертольду Брехту «Мамаша Кураж и ее дети. Легендарная драма». Сразу о хорошем, сразу о лучшем, что есть в этом спектакле. Прежде всего, это исполнительница главной роли «Мамаша Кураж», народная артистка Халеда Иванова, удивительно талантливая актриса. Кроме этого, Туфан Имамуддинов. Это молодой режиссер, главный режиссер казанского тюза с прекрасной репутацией, которого пригласили в театр «Старый дом» на постановку. Вообще, этот театр приглашает много талантливых, интересных режиссеров. И прекрасные актерские работы. Ольга Кандазис, опытная актриса, играет такую фронтовую путану, ярко, заразительно, очень смешно. Но актриса Анастасия Панина играет дочку «Мамаши Кураж» немую. И поразительно, как приковано к ней внимание зрительного зала, выразительный страстный жест, осмысленное существование. Двое молодых актеров, Дроздов и Мамлин, играют ведущих этого спектакля, если у спектакля могут быть ведущие, такие сквозные персонажи, много действующих лиц они играют, поют, играют на музыкальных инструментах. Очень талантливо, интересно. В общем, актерские работы в спектакле, безусловно, есть. Живая музыка звучит. Не электронная, не фанерная. А настоящая живая музыка, аккордеон, барабан, гитара, труба, танцуют. Точнее, не танцуют, а пластика интересная. Двигаются они. Условное такое любопытное оформление. Ну и, кроме того, сам Брехт. Сам Брехт – удивительный автор, который поднимает в этой пьесе серьезную проблему и дает урок. Если пытаешься нажиться на войне, то и война наживется на тебе, заберет у тебя самых близких людей. Серьезная антивоенная пьеса Брехта. Теперь о плохом, о том, что не получилось. Прежде всего, это народная артистка Холида Иванова. И пусть вам не кажется, что я себе противоречу. Тут вот в чем дело. Дело в том, что есть актеры-спринтеры, бегуны на короткие расстояния, а есть стайры, те, кто отдалевает дистанции длинные. Среди спринтеров Фаина Раневская, Савелий Краморов, Рина Зеленая и много других замечательных актеров, которые никогда не играли главных ролей. Им это было не нужно. Вот и Холида Иванова из спринтеров, как мне кажется, на маленьком расстоянии роли. Она может сыграть мощно, ярко, концентрированно. А когда дистанция длинная, то иногда возникает ощущение повторяемости приемов и возникает монотонность. Кроме того, в спектакле играют на музыкальных инструментах, но играют фальшиво. А как фальшивым образом передать фальшь войны? Специально играют фальшиво, но не очень это получается. Потому что о фальше ли, об обмане ли, о пороках ли, но Брехт это делает всегда в форме блистательного кабаре. Недаром к своим спектаклям он приглашал писать музыку легендарного Курта Вайля. Это должно быть блистательное кабаре, а тут какое-то фальшивое кабаре. Хотя это как-то со смыслом связано, но не слишком интересно. Двигаются, но не интересно. Музыка в спектакле тоже достаточно неталантливая. В общем, все выглядит достаточно скучновато. И вот что очень важно. Понимаете, в слабых театрах ставят Брехта всегда со скрипкой, с гитарой, с барабаном, с аккордеоном, и автоматически Старый дом этим занимается. Чехову в слабых театрах ставят с кружевными зонтиками, шкафами старинными. Шекспира обязательно из металла, кожи, меха, дерева. Мольера с комсолами, кружевами. Это автоматическое мышление. Почему же Старый дом, театр явно талантливый, интересный, пошел таким автоматичным путем по протоптанной дорожке? У меня нет ответа. Да и режиссер с его чудной фантазией был такое ощущение, что не очень увлечен спектаклем. Что он находится всеми мыслями своими там, у себя, в Казани, где у него в это время шла битва с частью, с капризной частью труппы, да, по-моему, и сейчас идет. Это очень отвлекает. Чем все кончилось? Со спектакля ушло человек 20. Но ведь большинство-то осталось. Осталось. И горячо благодарно аплодировало актерам, работавшим с завидной самоотдачей. Кому бы я рекомендовал пойти на этот спектакль? Молодежи, студентам, тем, кто ищет ответа в театре на непростые вопросы бытия. Кому бы не рекомендовал, те, кто ищет в театре отдыха и развлечения. Не тот случай. Брехт все-таки. Удачного просмотра.